Гульбека Хайрвалина 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 они тоже проходят в такой уютной атмосфере, и ты туда прям летишь, и это не кажется, что сейчас вот будем это всё обсуждать, а наоборот, это так хочется постоянно, скорее бы, скорее бы поделиться своими новыми идеями и новыми проектами, чтобы мы всё это обсуждали вместе, и всегда это так интересно, мне очень нравится. Всё очень деликатно, всё нежно, по-женски, ну, здесь надо переделать, здесь нужно сделать что-то получше, здесь нужно исправить, или, ну, давай ещё чуть-чуть постарайся, или что-то ещё, может, поинтереснее попробуешь придумать, то есть, можно сказать, что стройнее, но уместно. Со многими девушками, с кем знакомится Гульбика, она начинает вдохновлять их на новые проекты. Они учатся у неё жизни, а некоторым даже удаётся вместе с Гульбикой поработать. Так произошло и с Линдой. В настоящее время она её правая рука. Я поняла, что мне эта женщина очень близка, я хочу быть с ней, хочу учиться у неё. И так мы начали работать. Сначала просто она приглашала меня на различные мероприятия, а потом уже возложила у меня многие обязанности по журналу. Гульбика помимо журнала пишет книгу «Называй мужа раем», проводит тренинги, семинары для женщин в разных городах и даже странах СНГ. Она научилась правильно распределять своё время благодаря пятикратному намазу. В Куране столько рассказано, что утро сменяет ночь, ночь сменяет день. Всё это для разумеющих. И я убеждена, что если мы будем ценить время и стараться всё-таки жить вот именно вот… У нас есть пять пятикратные намазы, да, и они в определённое время. Если вот это всё учитывать, то будет всё классно, потому что это очень нам помогает. Понимаете, это так здорово входить в ритм. Утренний намаз до восхода солнца, да? Ты прочитала, и к восходу ты уже бодренькая, в тонусе. Потом ты делаешь свои дела, потом полдник, да, и мы читаем зухар-намаз. Ты постоянно чётко живёшь в ритмах, ты ощущаешь этот мир, ты ощущаешь вибрацию дня, вибрацию вечера, вибрацию ночи. И это очень, это вот как раз-таки, это нам подспорье, это нам помощь. Поэтому надо всё-таки… И поэтому для нас очень важно бежать на молитву вовремя. Вот это вот время, его надо не упустить. И тогда время будет работать на тебя. Традиционно планёрка заканчивается чаепитием, после чего девушки идут в мечеть Мадина, которая находится рядом с редакцией женского журнала «Аиша». Здесь совершают намаз после обеденную молитву «Асар». А дальше кто идёт продолжать работать, а кто домой, к семье. Алина Таюпова, Альфия Ильясова, канал «Алиф Башкортостан». Алина Таюпова акцентб elevenы. Б好к!